Здравствуйте, Арсений Селезнев Зиробой. И это котел стальной. Сейчас я покажу, что я переделывал тут, как варивал. Вот такие тут трубы. Здесь четыре ряда, нет, да, четыре ряда сверху и внизу таких еще три. Три ряда по вертикали и четыре по резонтали. Не знаю, как улучшилось что-то или нет по отоплению. Вроде как должно было быть лучше. Здесь также стоит автоматика итальянская. Сейчас посмотрим. Made in Romagna. Вот такая. Она очень мощная, поэтому одну из форсунок я заглушил. Не знаю сейчас она заглушена или нет. Трудно сказать. Да, заглушена. Вот это вот эта форсунка. Сейчас покажу. Вот она заглушена. Глушил я очень просто. Выкрутил. Здесь выкручивается вот такой болт с жиклером посередине. Выкручивается. Изнутри я вставил гвоздь и дополнительно его еще уплотнил по клей. И осталась тут одна. Мощность слишком большая была. И все равно котел довольно мощный. Вот он работает обычно на второй, на третьей скорости. Антон, на какой еще работает? В сильные морозы на сколько вы ставите? На семерку, да? Нет, тройка, четверка. Нет, тройка. От силы четверка. Потому что вот максимум. В общем, если хотите ставить автоматику, вот такую мощную, ставьте. Но смотрите, что есть вариант заглушить. И тут не надо полностью разбирать все. Вот одна глушится, а одна остается. Та, что возле под запальником, вот это остается. А вот это с противоположной стороны глушится. Сильные морозы используется, если вы не слышали, максимум четверка. Иногда все зависит от самой системы. Теплый пол эксплуатируется 35 градусов. Значит, тут еще идет теплый пол к этому всему. Сейчас покажем. Вот мы меняем, меняем, ставим новый насос. Не знаю, как он будет работать. Вот вело немецкий такой вот. Вот такая вот система теплый пол. Только теплый пол идет без радиаторов, без никаких остальных приборов дополнительных. Хотелось бы, конечно, поставить еще сюда, чтобы горячее водоснабжение дополнительно подогревалось. По температурам этот, если бы на выходе упасть где-то. Понимать. Ну, тут, да. Тут, конечно, хотелось бы это все сделать. Ну, в общем, так получилось. Это самая простая схема. Вот сейчас сюда будем ставить этот насос новый. Так что вот такого маленького старенького котла, в принципе, хватает на 87 квадратов. 87? Да, 87 квадратов вместе с кухней и при высоте потолков 2,35. 2,35 потолок, 87 квадратов. Кубы посчитайте сами, в принципе, более-менее тут, более-менее хорошо все работает. Итальянская автоматика, в принципе, нормальная. Только иногда бывает датчик и вот эти вот электрические. Немножко, немножко они что-то там иногда выдают. Иногда тухнет в этом году. Нет, тухнет по другой причине. Это неправильная конструкция дымохода. Ну, в общем, да. Дымоход коротковат, широкий. В общем, и нет дополнительного там, в общем, Арсений Селезнёв зверобой. Если хотите ставить итальянскую автоматику, ставьте итальянскую. Ну, у меня лично работает наша еще та советская и все нормально. Вот такой небольшой обзор. Немножко сумбурный получился, но переделка котла может быть такая, а может быть такая, как у меня. Со вставками. Если хотите, делайте вставки отдельные. И там можно будет запитать ГВС. Или здесь, или как здесь, просто ввариваются трубы под углом. Несколько рядов. По вертикали и по горизонтали. Сколько влазит. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнёв зверобой. Смотрите обновления. Пока. 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 Продолжение следует...